Обсуждение приоритетных направлений в развитии муниципалитета – первый и основной вопрос повестки дня заседания общественной палаты. Сергей Горелов перечислил те направления, на которые администрации и подведомственные ей учреждения опираются в выполнение социально-экономических программ. Участие палаты на этапе обсуждений пойдет на пользу делу, сказал Сергей Горелов. Необходимо, организовывая рабочие группы, включать в том числе и по согласованию представителей общественной палаты именно тех людей, которые в том или ином направлении разбираются и могли бы дать свои рекомендации, а Б, что в принципе является основным направлением вашей деятельности – это высказать пожелания жителей, которых вы представляете. Сергей Горелов отметил, что все 44 человека, избранные в общественную палату округа, способны разбираться в проблемах по ключевым направлениям деятельности администрации и предложил общественникам принимать участие в формировании повестки дня оперативных совещаний и задавать на них вопросы. Получился открытый диалог именно того, в каком ракурсе должны работать сегодняшняя власть и общество. Мы условились Сергею Викторовичу, спасибо, что он поддержал это. Представители общественной палаты входят рабочие группы администрации и на начальном этапе, когда обсуждается тот или иной вопрос, уже наши представители присутствуют. Члены палаты отметили недостатки в проведении муниципального форума «Управдом», который стал терять былую популярность у жителей, непосредственно занятых управлением многоквартирными домами. Нам надо поднимать статус форума и значимости. Я предлагаю за месяц назначать встречу, обсуждать какие вопросы, делать, может быть, сразу же по итогам этого внутреннюю какую-то резолюцию, в которой в дальнейшем будут внесены изменениями, и рекомендовать тем или иным структурам, чьи вопросы мы будем поднимать, почему так, а не так. Ряд предложений администрации округа, организатора форума, палата поддержала. Как предложение, то, что всё-таки совместно готовить форум «Управдом», совместно, как мы говорим, и с депутатским корпусом, и с нами. Детальная проработка докладов, подбор авторитетных спикеров, выполнение резолюции форума всеми сторонами, по мнению общественников, помогут сделать «Управдом» местом для конструктивных дискуссий. Тогда основная цель форума – донесение до жителей последних изменений в жилищном законодательстве, ради чего и создавался «Управдом», будет в конечном итоге достигнуто. Общественная палата городского округа Щёлково продолжит работать, несмотря на каникулы в июне, июле и августе. Одно из тем следующего заседания – это участие в орггруппе по подготовке к празднованию 90-летия городского округа. Михаил Налётов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щёлково».